Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги «Параллепоменон», книга «Хроник» или «Летописи», и мы будем читать сегодня 15 главу этой книги. С первого по седьмой стих пророчество Азарии, а с восьмого и до конца рассказывается о борьбе Асы с язычеством, которая продолжалась, и о том, как иудеи заключают завет с Господом. И мы читаем первый стих. «Тогда Назарию, сына Адедова, сошел Дух Божий». Второй стих. «И вышел он навстречу Асе и сказал ему, послушай меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним». Удивительно точная фраза «Господь с вами, когда вы с ним». То есть Господь, он как бы Господь над всеми, но когда мы с ним, то есть признаем его власть, он более конкретно обращается среди нас и управляет нами. «Господь с вами, когда вы с ним». Посмотрим, какие есть комментарии. Блаженный Августин, это его трактат о благодати и свободе воли, пишет, «Те, кто утверждают, что благодать Божия дается по нашим заслугам, это свидетельство воспринимают в том смысле, что наша заслуга заключается в том, что мы пребываем с Богом, как будто именно сообразно этому нашему достоинству дается благодать, чтобы Бог был с нами. Опять же, заслуга наша усматривается ими в том, что мы ищем его, и тогда сообразно сей заслуги нам дается благодать Божия, благодаря которой мы находим Господа. И опять же, в первой книге Паралепименон говорится о свободе воли. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога, Отца твоего, и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда». «Но те люди вкладывают в данные строки идею о заслуге человека, поскольку, в частности, здесь сказано, если будешь искать его, а не полагают, то есть пелагиане, что благодать дается согласно заслугам, связывая это с продолжением данной фразы, то найдешь его». И вот когда-то они прилагают все усилия к тому, чтобы доказать тезис, согласно которому благодать Божия дается по заслугам. Иными словами, они хотят доказать, что благодать не есть милость, а ведь со всей возможной ясностью апостол говорит обо всех получающих вознаграждение за заслуги, воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Конец цитаты. Здесь Августин затрагивает очень интересную тему о том, что на самом деле Бог с нами, когда мы с Ним, в случае с Соломоном, когда мы ищем Бога, Он находит нас. Но сам Бог есть тот, который порождает в нашем сердце желание искать Его. И мы можем пребывать в Господе только с Его согласием. Как воззвать к Богу, рассуждает блаженный Августин в начале своей исповеди, если не уверовал. А если уверовал, то взываешь. Но вера – это дар Божий. Поэтому она как бы особо не вменяется в заслугу. Все, что является даром, как бы к нам отношения не имеет. Но в то же время вера – это теологическая добродетель. А любая добродетель вменяется в заслугу. Вот получается, что без Божьего попущения мы не обретаем веру, а если обретаем и оберегаем и развиваем, синергически усиливаем ее, то вера действительно произрастает. Ибо никакое действие Божие не пресекает свободной воле самого человека. Киприан Карфагенский в своем письме к Фортунату писал, «Надо быть настойчивым и постоянным в вере и добродетелях, стяжания небесной духовной благодати, чтобы можно было прийти к славе и венцу». В книге Паралепоменон сказано «Господь с вами, когда вы с ним». И если будете искать его, он будет найден вами, если же оставите его, он оставит вас. И мы читаем далее. «Многие дни Израиль будет без Бога истинного, это пророчество Азари, и без священника учащего, то есть священники будут только требы совершать, и без закона». Это как раз и означает некую богооставленность, когда священники не учат, на закон Божий никто не обращает внимания. Но когда он, то есть народ, обратится в тесноте своей Господу Богу Израилеву и взыщет его, он даст им найти себя. Опять же, мы не можем найти Бога, если он не даст нам найти себя. Как Августину принадлежит высказывание, и, по-моему, он его заимствовал у Амброси Медиаланского, «Не пытайся найти Бога, пока он сам не найдет тебя». «В те времена не будет мира», продолжается пророчество Азарии, сына Адедова, «в те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земли. Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». То есть выцаряется хаос, политический, военный хаос, когда священники не учат, когда никто не обращает внимания на закон Божий. И всякие бедствия переполняют землю. Далее с 8 стиха рассказывается о борьбе асы с язычеством и о том, как иудеи заключают завет с Господом. «Когда услышал аса слова сии и пророчества Азария, сына Адеда, пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой из городов, которые он взял на горе Ефремовой и обновил жертвенник Господень, который при притвором Господнем, то есть в храме, и собрал всего Иуду и Вениамина, то есть весь народ, и живущих с ними переселенцев от Ифрема и Монасии, Симеона, ибо многие из Израиля, то есть с этой неканонической территории, перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог у вас с ним. Казалось бы, у них тоже хватало проблем в Иудее, но там каноническая церковь, а на территории Израиля все неканонично. И собрались в Иерусалим в третий месяц, в 15-й год царствования Асы, и принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели из крупного скота 700, из мелкого 7 тысяч. И вступили в завет, чтобы взыскать Господа, Бога Отцов Своих, от всего сердца своего и от всей души своей. То есть важно все время как бы обновлять обеты завета, как нам, христианам, очень важно все время обновлять обеты святого крещения и делать это от всей души. А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, малый ли он или большой, мужчина или женщина. То есть каждый, кто не станет искать Бога, конечно, имеется в виду не дети и взрослые, потому что как ребенок маленький может искать Господа, он слушает наставления от старших. Поэтому малый — это некий статус человека, то есть это малозначительный человек, а большой — это значительный человек, а там уже не важно, мужчина или женщина. Все должны искать Бога. «И клялись и Господу гормогласно и с восклицанием, и при звуке труп и рогов, что поступит так. И радовались иудеи сей клятвии, потому что от всего сердца своего клялись, то есть обновляли эти обеты. И со всем усердием взыскали Его, то есть Бога, и Он дал им найти себя». Что значит «Он дал им найти себя»? Действительно, мы не можем найти Бога без Бога. «И дал им Господь покой со всех сторон». То есть когда мы занимаемся богословскими вопросами, Господь решает и политические проблемы, и военные, и так далее. «И Мааху, мать свою, царь Аса, лишил царского достоинства за то, что она сделала истукана для Дубравы». То есть Аса не пощадил свою мать и отстранил ее от власти. «И не спроверг Аса истукана ее и разрубил куски и жег на долине Кедрона». То есть идолов наших отцов, дедов, прадедов мы тоже должны уничтожать. То есть их идолов, их истуканам, то есть то, чему они поклонялись. Особенно это актуально для тех, которые вышли из подсоветского пространства, постсоветского пространства. «Хотя высоты не были отменены у Израиля, что-то оставалось, что надо было еще уничтожить, но сердце Асы было вполне предано Господу во все дни его. И внес он посвященный отцом его и свое посвящение в дом Божий, то есть то, что отец его посвятил, то, что он сам посвятил, серебро и золото и сосуды. И не было войны до 1935 года царствования Асы». Мы видим, что он управляет значительный период времени, потому что взыскал Бога и Бог дал ему найти себя.